Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра, 8 класс, автор Макарычев. В этом видео мы рассмотрим задание номер 36. Постройте график функции. И здесь у нас есть пункт А и пункт Б. Вот сейчас мы эти графики и построим пункт А. Зависимость такая. У равно х в квадрате минус 25 делить на 2х плюс 10. Но для того, чтобы построить график такой функции, конечно, мы преобразуем это выражение, которое стоит в правой части. Но прежде чем мы это сделаем, мы разберемся с областью допустимых значений. Это те значения, которые может принимать переменная х. и это те значения, для которых функция определена. А не определена она может быть только в том случае, при таких значениях х, когда знаменатель вот этого выражения обращается в 0. Тогда вычислить это будет невозможно. И значит, функция будет не определена в этой точке. А в какой точке? Для того, чтобы нам эту точку определить, мы должны выписать отдельный знаменатель и приравнять его 0. Так мы узнаем, при каком значении х он обращается в 0. Так, ну, 2х равно 10, переносим минус 10, х равно минус 5. А вот теперь запишем ОДЗ область допустимых значений. х не равно минус 5. Вот эта запись обозначает, что х может принимать любые значения, кроме минус 5. Потому что при этом значении х функция не определена, и ее значение вычислить невозможно. А вот теперь мы будем преобразовать выражение, стоящее в правой части. х квадрат минус 25 делить на 2х плюс 10. Воспользуемся формулой сокращенного умножения, а именно разностью квадратов. В числителе у нас разность квадратов. Разность квадратов равна произведению суммы двух выражений на их разность. Здесь у нас квадрат х, а 25 – это квадрат пятерки. Значит, первое выражение х, второе – 5. Значит, х минус 5 на х плюс 5. Это по формуле разности квадратов мы расписали. Так, а в знаменателе мы двоечку можем вынести за скобку. В скобке останется х плюс 5. Вот теперь у нас образовались общие множители, которые мы сократим. А именно скобка х минус 5 в числителе и скобка х минус 5 в знаменателе. То есть мы одновременно разделили и числитель, и знаменатель на одно и то же выражение х плюс 5. И тогда у нас осталось х минус 1 делить на 2. Ну, мы-то запишем уже в виде функции. у равно х минус 5 делить на 2. Ну, вообще говоря, это график прямой. А для построения прямой нам нужно определить две точки. Тогда мы вот такую маленькую табличку изобразим. Собственно, она будет состоять из двух пар точек. Значит, здесь мы запишем х и запишем у. И будем выбирать любые значения для х. Ну, например, для удобства выберем значение минус 1. Если х минус 1, подставляем х, минус 1 вместо х, получаем числитель минус 6 на 2, минус 3, у равно минус 3. А если х будет равно 1, то 1 минус 5 в числителе минус 4, минус 4 на 2, это будет минус 2. Вот теперь мы имеем точки. Сейчас построим график. Вот оси. Ось у. Вот и ось х. Так, ну, масштаб у нас будет 1 клеточка, это 1 единичка. Так, сюда минус 1, и здесь единичка. Ну, и, соответственно, вниз по у минус 1. Теперь, если х принимает значение минус 1, то у минус 3. Вот у нас точка. Если х плюс 1, то у минус 2. Минус 2. Вот у нас точка. Теперь мы через эти точки проведем прямую. И, собственно, это и есть график нашей функции. Но теперь мы обращаемся к области допустимых значений. А там у нас сказано, что х может принимать любые значения, кроме х равно минус 5. Тогда мы находим это значение минус 5. Вот 5 клеточек влево. Вот сюда опускаем. И вот здесь у нас будет так называемая выколотая точка. Вот она, выколотая точка. Это означает, что при х, равном минус 5, значение функции не определено, а значит графика нет в этой точке. А вот все остальные точки прямой, они входят в график данной функции. Пункт В. В пункте В у нас такая зависимость. у равно х в кубе минус 9х делить на х в квадрате минус 9. Здесь мы тоже будем преобразовывать, но вначале разберемся с областью допустимых значений. Для этого мы знаменатель выписываем отдельно, приравниваем его нулю. Получаем х в квадрате равно 9. Значит, х равно плюс 3 или минус 3. Два значения. Что это означает? Теперь запишем ОДЗ. Это означает, что х может принимать любые значения, кроме плюс 3 и минус 3. Значит, х не равно плюс минус 3. Так, ну а теперь преобразуем выражение в правой части. х в кубе минус 9х делить на х в квадрате минус 9. Ну, в числителе мы можем вынести х за скобку, и у нас останется х в квадрате минус 9, а в знаменателе х в квадрате минус 9, таким образом, у нас общий множитель – это х в квадрат минус 9, и мы можем одновременно разделить и числитель, и знаменатель на вот эту скобку, на вот это выражение. И тогда у нас останется просто х. Тогда наша зависимость выглядит вот так. у равно х. Ну, график этой функции очень просто построить. Это тоже прямая. Вот, чтобы ее построить, выбираем любые значения для х, и, соответственно, определяем значение у, но очень просто. Если х 0, то у 0, если х, например, 2, то у 2. Теперь строим график этой функции. Вот у нас координатные оси. Ось у, ось х, тот же масштаб. Одна клеточка – это одна единичка. Вот здесь единица, минус единица, плюс единица, ну и минус единица по у. Так, если х 0, то у 0. Вот у нас первая точка. Первая точка. Вторая точка – х 2, у 2. Вот вторая точка. Через эти точки проводим прямую. Вот наша прямая. А теперь обращаемся к области допустимых значений. х не равно плюс 3 и минус 3. Вот у нас плюс 3. Вот поднимаемся по графику вверх до пересечения. И вот минус 3 сразу тоже определимся. Здесь мы тоже опускаемся до графика, до пересечения. И теперь вот эти точки сделаем выколотыми. Вот так и вот так. Это выколотые точки. Так они называются, потому что значение функции в этих точках не определено. И тогда графиком функции являются все остальные точки прямой, кроме вот этих двух. При х равном 3 и х равном минус 3. График функции построен, но остальные вопросы вы обсудите сами. Продолжение следует... Продолжение следует...